В сегодняшнем выпуске программы вы узнаете о награде, которая ждет вас на небесах. Если вы живете для Бога, не пропустите сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий в нашем потерянном мире. Равин Шнайдер и приветствую вас в сегодняшнем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы находимся посреди серии под названием «Пророческое исполнение Божьих осенних святых дней». Мы находимся в этой серии уже несколько недель. Мы говорили о первом из осенних святых дней под названием «Юн Труа», «Праздник Труп», которые также часто называют «Роша Шана». Времени делать обзор у меня нет, но я призываю вас найти последние две программы. Это крайне важная, фундаментальная истина, которую Бог желает вложить в нашу жизнь. Единственное, что я хочу сказать, это что звук Шафара возвещает о возвращении Иисуса. В прошлом выпуске я показал вам, почему Шафар возвещает о возвращении Иисуса. Почему Бог явился детям Израиля три с половиной тысячи лет назад на горе Синай, и его явление было возвещено звуком трубным, и почему каждый год, когда Израиль празднует «Праздник Труп», этот звук напоминает им о том, что Бог снова явится всему миру, и об этом возвестит звук Шафара. И поэтому каждый год в Шафар дуют в каждой синагоге в первый день седьмого месяца Тишерей, по Божьему календарю. Многие из вас не слышали о месяце Тишерей. В 23 главе книги Левит Бог дает свой священный календарь. Он касается всех христиан, последователей Иисуса, и из евреев, и из язычников. А мы идем дальше. Когда вернется Иисус, все изменится. Когда мы думаем о возвращении Иисуса, мы думаем о том, как все изменится. Я не хочу сегодня идти в детали о сроках, о тысячелетнем царстве и так далее. Я просто хочу взять возвращение Иисуса за отправную точку, чтобы мы с вами поразмышляли о реальности небес. Нам нравится мысль о небесах. Многие хотели бы, чтобы небеса существовали. И я сегодня здесь, чтобы сказать Церкви Божией и тем, кто еще не уверовал в Иешуа, что небеса — это реальное место. Это не чей-то плод воображения, не просто чье-то желание, и даже не некое состояние в духовной утопии. Но это реальное, физическое место. Иисус сказал, «Я иду приготовить вам место». В книге Откровения в 6 главе мы видим немного информации о настоящих небесах, о том, что Иисус называет раем. Иоанн был на острове Патмос, и он был вознесен в духе, чтобы увидеть место под названием рай, место, куда попадают верующие после смерти. Я начну с того, на чем мы закончили в прошлый раз. Прочитаем мы Откровение, 6 главу, с 9 по 11 стих. Там дается краткое описание того, как выглядят настоящие небеса или рай. Это место, куда попадают верующие после смерти, пока Иисус не вернулся за нами. Итак, давайте прочитаем. «И когда он снял Пятую Печать, я увидел под жертвенником душа, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И вы запили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». «И даны были каждому из них одежды белые и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Сначала кажется, что мы едва ли что-то можем знать о небесах, куда мы попадем после смерти, до возвращения Иисуса. Но на самом деле нам дан здесь ряд подсказок, что представляют из себя небеса. Из прочитанного мы видим, что люди, которые были современниками апостола Иоанна и которые положили свою жизнь ради свидетельства об Иисусе, то есть они смело проповедовали об Иисусе, и из-за этого их убили. И после смерти эти люди не просто ждали в могиле, не просто спали после того, как они умерли. Но Иоанн говорит, что они вознеслись на небеса, где все вместе предстояли перед Божиим престолом. Я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы умрете, если вы верующие во Иисуса, вы окажетесь с Богом. Иисус сказал разбойнику на кресте, который выразил свою веру в Него, «Ныне же будешь со Мною в раю». Не стоит бояться смерти. Если вы знаете Иисуса, то как только вы умрете, вы тут же окажетесь в раю, окажетесь в небесах. Я покажу вам еще кое-что, о чем вы, возможно, даже и не задумывались. Эти верующие, потерявшие свою жизнь ради свидетельства об Иисусе, которые оказались на первом небе сразу после смерти, сохранили после смерти свою идентичность. Они помнили, кем были на земле. Они попали на небо, но это не значит, что их переживания полностью отрезаны от того, кем они были на земле. Они были на небесах, но помнили, кем были на земле. Они сказали, «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Ваша личность на небесах будет связана с тем, кем вы были на земле. Вы полностью сохраните свою идентичность. Вы будете помнить в небесах свою личную историю, свою земную жизнь. Вы не утратите свою идентичность. И это важно знать, поэтому все, что вы делаете на земле, имеет значение. Иисус сказал, «Кто напоит чаши холодной воды одного из учеников, не потеряет награды своей». Я хочу, чтобы вы понимали, что вы не станете другой личностью. Да, вы изменитесь, да, вы преобразитесь и будете в прославленном новом теле, но все же вы будете все тем же человеком. Я также хочу, чтобы вы знали, что в небесах мы сможем выражать себя Богу напрямую, и Он будет нам отвечать. Павел говорил, «Сейчас мы знаем лишь от счастья, а тогда будем знать в полноте». Обратите внимание, что те, кто были в раю, мы видим в шестой главе Откровения, что они взывали к Богу. Они имели к Нему прямой доступ, они могли выразить себя Ему. И Бог им ответил. Он сказал, «Еще малое время, потому что есть еще другие на земле, которым предстоит умереть за веру». «Я должен подождать, пока будет выполнен весь мой план, прежде чем я отмщу за вашу кровь». Поэтому в небесах мы сможем свободно выражать себя Богу, и Господь будет отвечать нам лично. Это не будут скрытые отношения, все будет как на ладони. Я также хочу, чтобы вы понимали драгоценную истину, скрывающуюся в этом отрывке Писания. В небесах много мучеников, и написано, что они возопили Богу громким голосом. Их много, а голос один. Множество мучеников в небесах возопили к Богу одним голосом. Слово «голос» стоит в единственном числе. Не разными голосами, а одним голосом. Мне так это нравится. Это показывает нам единство, которое будет царить на небесах. Просто остановитесь и подумайте об этом. Каждый из нас испытывает на земле боль из-за отсутствия единства. Мы можем не ладить с соседом по квартире, с кем-то из супругов или из детей. Мы можем не ладить с сотрудниками или с начальником, или с соседом. Сколько боли, сколько печали проникло в сердце человека из-за того, что нет единства. Но в небесах будет полное единство. Церковь. Там будет совершенная гармония. Уже само это настоящее блаженство. Только представьте, все ладят друг с другом. Царит единство. Царит любовь и мир. Это будет просто великолепно. И так же они помнили свою жизнь на земле и думали о том, что с ними там произошло. Возлюбленные, вы будете помнить все, что было с вами на земле. Вы будете помнить все хорошее. Бог сотрет всякую слезу. Больше не будет скорби, страдания и боли. Но вы будете помнить все драгоценное и прекрасное, что было с вами на земле. И, наконец, я хочу донести до вас еще две важных мысли. Во-первых, у них было острое чувство справедливости. Они возопили Господь. Когда ты отомстишь за нашу кровь тем, кто нас убил. Иисус учил нас повернуть другую щеку и прощать наших обидчиков. Но в небесах Бог воздаст тем, кто не покаялся перед Ним. Бог исправит все, что было сделано несправедливо. Святые возопили, «Да коли, владыка святой и истинной, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, Господь сказал, «Мне отомщение, я воздам». Поймите, никому ничего не сойдет с рук. Да, грехи тех, кто обратился к Иисусу, будут покрыты. Слава Господу за это. Но те, кто не раскаялся, те, кто не смирился и не покаялся пред Богом, кто не примирился с Господом, они заплатят за каждый совершенный им грех. Бог потребует отчет за каждое совершенное зло. «Да, Он Бог милости, но церковь услышится. Он к тому же и Бог справедливости. И такому Богу мы служим». И, наконец, последнее, что я хочу вам показать. В 11 стихе говорится о награде. «И даны были каждому из них одежды белые и сказаны им, чтобы они успокоились еще на малое время». «Белые одежды были даны каждому. Каждому из детей Божиих будет дана личная награда. Вы получите награду. Вы должны это понять». Иисус сказал в Откровении 22 главе 12 стихе «Все гряду скоро, и возьмесь Де Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его». Вас ожидает награда, и вам важно хранить мысль об этом в своем сердце. То, что вы делаете для Господа, имеет большое значение. Каждая ваша жертва будет вознаграждена. Вы получите награду за каждый поступок в любви и за ваше послушание Богу. Бог желает, чтобы мы жили праведной жизнью, и Он мотивирует нас тем, что дает нам понять, что мы получим награду за сделанный нами выбор. Я хочу, чтобы вы задумались об этом. Люди, находящиеся в аду, не могут творить добро. Все, что они могут делать, находясь в аду, это проклинать. Иисус описал ад, как место, где будет плач и скрежет зубов. В аду невозможно творить добро, славить Бога и проявлять сострадание. Невозможно любить. Там нет мира. А в небесах невозможно творить зло. Туда не попадет ничего, что могло бы их осквернить. Единственное, что можно делать на небесах, это будет чудесно, и другого там быть просто не может. Единственное, что вы сможете делать на небесах, это прославлять Бога. Служить, проявлять плоды Духа. Вот что будет на небесах. Это будет единственный выбор. В этом и будет выражаться полнота того, кто вы есть, и вся ваша природа. Но, возлюбленные, послушайте, сейчас на земле у нас с вами есть выбор. В аду выбора не будет. Там можно только проклинать. В небесах выбора нет. Там только прославление и любовь. Но здесь, на земле, каждый день перед нами стоит выбор между жизнью и смертью, между ненавистью и любовью. Мы каждый день делаем выбор, и мы собираем себе сокровища на небесах, как учил нас Иисус. Когда мы выбираем любовь, выбираем Его, выбираем Истину, мы собираем себе сокровища на небесах, где моль и ржа не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Вы должны понять, что все, что вы делаете, каждая мысль, каждое слово, каждое действие, которое вы делаете на земле прямо сейчас, имеет огромное значение. Все это учитывается. Иисус даже говорил, что мы дадим отчет за каждое праздное слово. В Евангелии от Матфея Он сказал, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Далее Он продолжает. «И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды Своей». Прежде чем мы приступим к окончательной части сегодняшней проповеди, я хочу прочитать вам очень важный отрывок из Слова Божьего. Это первое послание Коринфянам, третья глава, с 11 по 15 стих. Послушайте внимательно. Павел говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Слово Божие здесь учит тому, что спасение — это дар благодати, дающийся даром. Так и разбойник на кресте, который был распят рядом с Иисусом, не имел добрых дел, но он возложил свое упование и веру в Иисуса, и несмотря на то, что этот человек не совершил добрых дел, Иисус ответил ему, «Ныне же будешь со Мною в раю». Этот человек получил спасение, несмотря на то, что не имел добрых дел. Место, которое я вам сейчас прочитал, говорит нам, что единственное основание, которое нас спасает, это вера в Иисуса Христа. Но когда мы веровали в Него, у нас появляется возможность выстраивать с Ним отношения. У нас есть возможность строить на основании нашей веры в Него. Павел говорит, что некоторые строят на этом основании серебра, золота и драгоценных камней, и наступит день, когда их дела будут испытаны огнем. Бог испытает дела каждого человека. Те, кто прожили жизнь, любя Иисуса и творя добро, служа людям в любви, жертвуя чем-то ради Царства Божьего, обязательно получат награду. Павел также учит здесь, что есть люди, которые проживут свою жизнь впустую. Они будут верить в Иисуса, но не будут строить на значимом основании. Павел называет их теми, кто строит из дерева, сена и соломы. И в результате что произойдет? Они все равно спасутся, но на небесах их не будет ждать награда. Все дела их сгорят, потому что во время пришествия Христа все их помыслы вскроются, и все их праздные дела сгорят в огне. Они прожигали свою жизнь и не использовали с пользой свои таланты, чтобы служить Богу и людям. Они не использовали свои таланты, чтобы созидать царство. Павел говорит, что они попадут на небеса, но потерпят урон. Он сказал, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Такой человек будет спасен, будет в небесах, но потерпит урон, будет в этом что-то скорбное. Он потерпит урон, и не будет добрых дел, которые будут сиять вовеки, как звезды. Вот на чем я хочу сегодня закончить. У вас есть выбор. У вас есть выбор. Вам предстоит встреча с Иисусом. Вы окажетесь в раю, если умрете, прежде, чем он придет. Если до его возвращения мы все еще будем живы, мы пойдем в место, куда в конце концов попадут все верующие. Оно называется новое небо и новая земля. Бог говорит нам об этом в Откровении 21 главе, 10 и 11 стихах. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Новое небо и новая земля. Рай для тех, кто умер до прихода Иисуса. Новое небо и новая земля предназначены для всех верующих. Мы попадем туда, когда закончится тысячелетнее царство. Разве не глупо жить только ради того, что здесь и сейчас только ради того, что проходит, вместо того, чтобы заботиться о будущем и, как велел Иисус, собирать себе сокровища в Царстве Божием, где моль и ржа не разрушают и где воры не подкапывают и не крадут. Я хочу вдохновить вас сегодня. Праздник Труб призван напомнить нам о том, что Иисус грядет скоро. Небеса — это реальное место. Иисус раздаст нам награды. Он желает нас встряхнуть и пробудить. Встань спящий, потому что Иисус придет скоро. Он придет за вами и наградит каждого по делам Его. Он заберет нас на небеса, где мы будем сиять, как звезды вовеки, если только мы будем жить здесь, на земле, для Него. Я прошу вас положить руку на сердце. Скажите так, Иисус скоро придет за мною. Отец Бог, Царь Иисус, скоро я встречусь с Тобою, и это будет скоро. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение «Узнавая еврейского Иисуса» изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение «Узнавая еврейского Иисуса», вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею, «Так благословляй народ Израиля, провозглашая над ними. Яхве да благословит вас и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милость вк вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». И Господь сказал, «Так благословляй сынов Израиля, и я нареку имя Мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Библия говорит о том, что вы привиты к обществу Израиля. Поднимите сейчас свои руки в вере и примите благословение вашего отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Имя Иисуса. Шалом! Если вы хотите пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующей программе узнайте, как вы можете применить жертву Иисуса Христа в своей жизни. Не пропустите эту захватывающую программу. Субтитры создавал DimaTorzok Я был мусульманином, но Бог использовал вас, чтобы изменить мою жизнь. Теперь я верю в еврейского Иисуса. Васва на Фейсбуке. Равин Шнайдер, восемь месяцев назад я отступила и попала в больницу. По телевизору шла ваша удивительная программа. В конце программы вы спросили, ощутили ли мы что-то. Я снова посвятила себя Господу. Я плакала. Я почувствовала себя снова дома. Дебора из Тенесси. Слава Богу, возлюбленные! Вы должны знать, что именно через ваши молитвы и вашу финансовую поддержку мы смогли достичь эти две драгоценные души и тысячи других душ для Иешуа. Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса, из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности, Мессии и Иисусе. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь. А мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить Его народ, Его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему не только в духе, но и в истине. Я хочу просить вас поддерживать меня и стать ежемесячным партнером, чтобы я мог продолжать распространять Евангелие по всему миру и помогать церкви понять иудейские корни нашей веры. Бог призвал меня участвовать в подготовке мира к Его возвращению. Я прошу вас сделать сегодня ваше лучшее пожертвование Господу». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Продолжение следует...